Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 9 октября 2020 года. Этот фильм посвящен одному из доказательств, что некоторое время назад территория Узбекистана, территория Руси, Юга Руси, Крым, Турция, Сибирь была одним целым, и народ разговаривал на одном языке, близком к санскриту. Я так называю осторожно, так как мы все пока выдвигаем версии. И была развитая цивилизация, но об этом уже сейчас очень многие говорят, не только блогеры, но и население очень многие знают, что была развитая цивилизация, которая знала про залежи каменного угля задолго до официального открытия этих залежей нашей цивилизации. По-санскритски это название оказалось на разных местах Российской империи и СССР. На картах показано, что верно, что неверно, время расставят по своим местам. Это отчасти личная история нашего соратника Николая, который прислал мне свой исследовательский материал о городе детства Ангрен, Узбекской ССР. И вот я вам поведаю эту историю и то, что открылась связь далекого узбекского города и сибирской реки Ангара. Хочу сказать, что Николай сделал историческое открытие, а я нашла дополнение к его открытию и, получается, подтвердила его версию. Но всё по порядку. Итак, Николай. Наша переписка с ним. Добрый день, Галина. Хочу переслать свой материал по городу Ангрен. Немного предыстории. У меня мама, кстати, тоже родилась в Самарканде. А это Николай пишет к тому, что я родилась сама в Узбекистане под Самаркандом и в возрасте одного месяца меня родители увезли в город Горький. И хотя её корни самарские и вологодские, но в раннем детстве она со своей семьёй переехала в Ташкент. А после замужества в 60-м году новый шахтёрский город Ангрен, где я и родился. Моим родителям, как и учителям, дали там квартиру в новом городе, который тогда только начинали строить. По официальной истории всё началось перед войной. После того, как профессор Чикрызов нашёл в Ангренской долине уголь. К тому, кто нашёл уголь и почему город имеет такое странное название, и как к этому названию притягивали таджикский язык, я вернусь. А теперь вот я вам говорю. Я не могу не сказать о профессоре и его человеческой позиции и поступках. Чикрызов, профессор Чикрызов. Он был награждён сталинской премией. Это было 20 тысяч советских сталинских рублей. Во время Великой Отечественной войны он решил передать свою премию для скорейшей победы Красной Армии, о чём написал в телеграмме Сталину. «Москва, Кремль, товарищу Сталину, для скорейшего разгрома фашистских варваров, отчисляем из присуждённой нам сталинской премии фонд главного командования для постройки авиаэскадрильи 20 тысяч рублей». Сталин ответил благодарностью Узбекское геологическое управление товарищам Д.М. Богдановичу и Г.С. Чикрызову. «Примите мой привет и благодарность Красной Армии товарищей Богданович и Чикрызов за вашу заботу о воздушных силах Красной Армии». Сталин. Газета «Известия» 1 апреля 1943 года. Итак, Чикрызов. Известен как открыватель ангренского месторождения бурого угля. Официальная версия происхождения названия города Ангрен – внимание, сейчас будем это опровергать. То есть официальная версия – это искажённое звучание от реки, на которой он стоит Ахангаран, который с таджикского языка есть искажённое Охонгор, что в переводе означает «железных дел мастер». То есть они притягивают к таджикскому языку и к железных дел мастеру. Между Ангреном и Ташкентом есть небольшой городок или посёлок Ахангаран, и река теперь на картах называется так же. Однако дело в том, что никто из местных, также и жители Ахангаран реку не называл так, а только Ангрен-река или Ангренка. И на картах ранее 70-х годов она везде обозначена как река Ангрен. Вот смотрите, значит, в Советском Союзе активно уже стали искажением историю заниматься после 70-х годов, то есть они уже стали карты менять. Вот-вот когда уже шло к сегодняшним дням, вот мы приходим. Но это было и ранее, это было и в 19 веке, но вот активное это пошло вот в 70-е годы. Ахангаран, железных дел мастер, рудознатец, Ангрен является искажённым названием от Ахангаран. Это официальная версия, повторюсь. Теперь, что пишет Николай. Дальше я пересылаю свою переписку земляком. Вставляем слово «кузнец» в онлайн-переводчик с таджикского. На выходе Ахангар. Похоже, ну да, О на А заменить ещё окончание. Ан добавить получится древний город Ахангаран. У официалов есть проблема. На картах 19 века Ахангарана и в помине нет. Есть река Ангрен. На английских картах Ангран. Через А, который в английской транскрипции читается через Е или Э. Смотри на английской карте «Русский Туркестан, 1875 год». Эту карту мы посмотрим сейчас. Где там Ахангаран? Облык Тойтепа на месте. А вот здесь я увидела русское слово «базар». Базаар. Вот откуда тюркское слово «базар». Это «базаар». Ариев, я так полагаю. Но продолжу историю Николая. Карта Западной Сибири 1857 года или 1862 года. Вы знаете, что моя версия, то, что засып глины больших огромных территорий, Евразия, Россия, был в 1860 году. И от этой даты стартует новая история. В общем-то, наша история. Современная история. Я продолжаю. Рядом с Ташкентом река Ангара. Река Ангара есть в Сибири. Помните, песня такая была в Советском Союзе? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А я сама обнаружила, что есть река Ангара в Крыму, в районе Симферополя. И оказалось, что версия Николая тем самым подтверждается. Это уже мое дополнение. Но чуть позже о сути вещей и названии рек Ангара и связи с узбекским городом Ангрен. Николай пишет далее. На всех подробных картах до 1860 года наша река называлась Ангара. В переводе с санскрита уголь значит. Ангара – уголь. Любой словарь санскрита переводит это слово. На сибирской Ангаре – месторождение угля. В Ангрене ты знаешь, какой такой Ахон-Гарон. Какие кузнецы таджикские, их там не стояло. Ангара – это уголь. Ангара в сокращении Ангран, Ангрен. Это он пишет своему товарищу. Я бы еще от себя добавила варианты. Я, как Галина Конышева, добавляю от себя варианты. Ангара, Ан, как артикль. В означает В. Ангара, в горе, в горе. Также слово ангар подходит в горе, в чем-то большом. Ангар – это тоже что-то большое, полое, в котором что-то может находиться. Это мое дополнение вариантов этимологии расшифровки слова. А вот из переписки Николая по теме Ангарск, Ангрен. В последующее время я очень увлеклась ведами. Это пишет еще одна женщина, которая занималась исследованиями этой темы. Переписки с Николаем. В последнее время я очень увлеклась ведами, сравнением индийской, древнерусской культур и прочими подобными вещами. По образованию я филолог, поэтому мне было очень интересно искать это сходство на уровне языка. Ангара и Кама – это названия больших рек, протекающих на территории России. Интересно, что оба эти слова известны и на санскрите. И не только они, но об этом в следующий раз. Кама, как на санскрите, называли чувственное удовлетворение и страсть. Отсюда всем известны трактаты любви Камасутра. И если об этом знают многие, то мало кому известно, что ангара – это уголь на санскрите. Но не только уголь. У этого слова несколько оттенков. Красный огонь. Например, название планеты Марс на санскрите – ангарака. То есть звезда огня или красноцветный. Кроме того, название ведического божества, олицетворяющего Марс – ангаракан. При этом существует река Ангаракан, приток Верхней Ангары. Это еще одна переписка Николая и его товарищей, его знакомых. Ангара и Анкара в Турции могут быть родственными, предположил Николай. То, что санскрит – это древний русский язык, доказала Светлана Жарникова. Теперь я уже говорю свою версию, свое дополнение. И оставила нам наследие своей работы Светлана Жарникова. Вот такая информация. Ну что ж, я не могу просто на этом остановиться. Мне надо тему развить. И вот подтверждение, что все названия Ангара, Ангрен в Узбекистане, Ангара в Сибири и Ангара в Крыму в районе Симферополя связаны тем, что везде есть угольные копии и добывался уголь. Просто в Узбекистане эти копии были открыты в 1934 году профессором Чикрызовым, а в Симферополе в 1881 году. Вот статья по Симферополю. На сегодняшний момент проугольные копии рядом с рекой Ангарой неизвестны, не открыты. Но вот подсказка геологам, глядишь, и откроют. И вот далее дополнение по теме, потому что мы нащупываем истинную историю, а не подтянутые под нормандскую историю. Язык был один, а тюркский язык, мое мнение, это был язык военных. Но это все еще надо исследовать. Есть в Сибири такой новоангарский обогатительный комбинат, а рядом есть город Горевский, Горевск и Горевский комбинат. Они осуществляют свою деятельность на территории Красноярского края и Амурской области. Вот если посмотреть этимологию, Горевск, Ангоревск и Гора горит. Гора, Га, Ра, движение света. Га, движение, Ра, свет, движение света. Га, Ра, еще четвертая улика. Ангара и Анкара в Турции могут быть родственными, написал Николай. Я проверила. И действительно, в Турции есть помимо столицы Анкара зон Лундак, 190 километров от Анкары. Там сегодня разрабатывают мощный угольный пласт. По запасам углей Турция занимает третье место в Азии. Разберем современное название столицы Турции. Этимологию слова Анкара. Ну, я слово Кара много раз разбирала. Кара мы знаем, означает черный. Так вот, Анкара, а раньше она называлась Ангора. Отсюда Ангорка. Там еще и козлы, козы, которые эту шерсть носят. Ангорка. Так вот, опять все одно. Ангора, Гара. А как же Кара? Сегодня Кара у всех языков мира ассоциируется с наказанием, с горем, с потерями, с черным цветом. Все логично. У меня есть много фильмов по захватчикам и планеты, и этимологии слов, связанных со словом Кара. Это все идет с 15-16 века и не ранее. Короли, король, черная роль, королики, королики и так далее. Рекомендую свои фильмы посмотреть, Анна Каренина, о чем умолчал классик, и серии фильмов «Египетская сила. Кто такой бог Ра?». Так вот, в связи с этой информацией о том, что Ангара, Анкара, это еще санскритское слово, означающее уголь. Так, возможно, слово Кара, черный, имело отношение к углю у наших предков, а после захватчиков и их геноцида населения планеты переросло в зловещий смысл. Отсюда и слов Карма пошло. Это Кара матери. Карма. Кара-ма. Кара матери. Мать-ра. Это ма-ра. Смерть, как известно в мифологии. Но это уже другая тема. А гора и горе тоже из похожих звуков состоит. Одинаковые звуки и буквы. Так и горе и кара могли заиметь свой трагический смысл именно со времен захвата. Уголь-то черный, но в основном черный. Даже если он бурый, он все равно почти черный, темно-бурый. И горе, и кара черные, темные. Как-то так. Вот, как видите, все рядом, все смыслы. И все раскладывается по-русски, легко. За счет дикции и переписки на латыни появилось много созвучных, но не очень понятных названий, которые норманисты моментально перевели в таджикский или тюркский, другие языки, какие угодные языки. То есть разорвать один язык, один на всех. Разорвать его, разорвать связь народов, разорвать эту связь, чтобы люди никогда не поняли, что когда-то они жили в одной цивилизации по всему земному шару и понимали друг друга, и не было никаких границ. А логика показывает, что когда-то язык был одним для всех. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Делитесь этим видео, подписывайтесь на мои каналы, группу ВКонтакте «Искажения истории». Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. Спасибо.